Вот сейчас заново запись придется включать. Вот, пошла запись. Доброе время суток, дорогие друзья. С вами сегодня Маус Ребичип и Хелли. Мы транслируем прямо с полуразрушенного, вонючего города, как вы догадались, на территории которого у нас будут пытаться выжить четверка игроков, а именно даже восьмерка игроков в частности. Команды ХС и Бикини Трай-Аут. Играем мы Рейдж Кап, так как у меня сейчас поздняя ночь, я не буду сильно кричать. Надеюсь, меня хорошо слышно, видно, ну, все остальное. Сейчас у нас был перезапуск небольшой. По... Техническим причинам. Ну, высокая Петросянщина просто запинговала этот пакетами сервер. Он не выдержал этого. Одного меня и так много, как бы. Видите, меня Хелли как бы остужает время от времени. И все. Поэтому смотрим. Что еще сказать? Ну, не знаю. Те, кто будет смотреть запись, я вам желаю приятного просмотра. Напоминаю, что играет у нас команды ХС и Бикини Трай-Аутс. Начинает завышек сейчас ХС. Вот. И... Ну... Очкарес, Демас, Шадик, Тоха. Немного необычный состав, на самом деле. Как минимум, вместо Демас, насколько я помню, должен быть Антарас. И Бикини Трай-Аутс, это МакАйди, Торазайн, Эксидент и Бикини, так же Мун. Вот. Ну, мы ждем, ждем. Пока команда начнут. Что еще? Хелли, может, расскажешь о... О чем-нибудь, чтобы люди не обращали манья на... А, говорят, что не Торзайн, а Торазин. Торазин, а, хе-хе. Торазин, окей. Торазайн, тогда уж, если я правильно учил язык школьный. Какой язык? Немецкий? Английский, наверное? Английский? Вроде английский. Вот. Не знаю. А, мне говорят Торазин. Ну, не важно. Как вам будет угодно. Не особо важно, вы понимаете, о каком игроке мы будем говорить. Я думаю, те, кому надо, они его знают. Да. Матчи обещают быть интересным, поэтому я жертвую временем своего сна. И буду для вас транслировать. Надеюсь, будет так же весело, как и обычно. Вот. Ну что ж, начнем. Начинает первое. Уже, на самом деле, команд, что они переигрывают карту. Да, потому что было весьма неплохо. Вот. Не знаю. Плохо общаются с консолью. Да, нет. Ну, это не консоль, это Айкнесс, в частности. Да, понятно. Но все равно забавно было выйти. Нет, а мне забавно смотреть, как транслятор ставит условия, как бы игрокам еще и огрызается. А игроки ничего сделать могут. Ну, блин, неприятно на самом деле. Ну, такова жизнь наша. Да, ладно, у нас здесь танк. Танк у нас занял позицию, да, просто не терять контроль. Ну, ждет просто. Да. Ждем, ждем поддержки. Сейчас он тоже поет, и прозрел, пошел. Так, хотя мы хп при нем. Опять рано поддержка пошла, на самом деле. Танк еще никого не зажал. Гром попадает. Попадает. Кстати, Кура тоже. Ну, вот зачем прыгать под танк, и непонятно. Поздновато на самом деле. Ну, танк попадает и камнями, кстати. По мелочи, но в других ударах в танк я не виделся сейчас. Ну, все, это сли танка. Он уже не зажмет, похоже, пандисы. Да. Да, а танк отыгран хуже, чем было в прошлый раз. Ну, что ж поделать? Поддержка очень рано пошла, ты в танк еще начал никого зажимать даже. И на этом все кончилось. Хан пошел по танк, получил удар лапой. По уху. Чарджер хоть и затончил, но толку немного. Кто был третий, я так и не увидел. Единственное минус этого Куда, который сейчас у меня стоит. Здесь не видно зараженных до того, как они не появятся. Так что надо по старинке угадать то, что здесь у нас сейчас толстый, охотник, плево и Кура. Готовится атака. У нас, видите, нет грома, что на самом деле неприятно. Но ХС, например, умудрились сменосить бикини в окно возле следующего дома в прошлый раз. Да, вы, наверное, видели. Посмотрим, смогут ли они бикини повторить. Плево, непонятно, что делают. Да просто на слив видно. Ну, если на слив можно было и пораньше слиться. Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, у ребят есть какая-то тактика. Я думаю, у них нет никакой тактики сейчас. Судя по тому, как беспорядочно бегает Бумер, он не знает, что ему делать на самом деле. Как и остальным просто игрокам. Нет, ну... А, ведьма просто появилась. Она спутала все планы. Инкап есть. Охотник напрыгает, взят на приклад. Бумер забрал на их, имеется. Да, весьма неплохой. Сейчас будет подниматься. Жакей. Никуда пошел, на мой взгляд. Ну, и ребята выходят спокойно, в принципе. С хорошим бонусом. Бонус 500, да? Стандартное, среднее, хорошее число. По крайней мере, для первой карты. Выше среднего, если честно. Нет, ну, для любой карты это, в принципе, хорошие очки такие. То есть, они не очень большие и не маленькие. Ну да, согласен. Да, если не придираться к словам, то, что я думаю, что все-таки чуть... Выше среднего. Ну, за первую, да. Ну, за трех, конечно, многовато. Я согласен. Ну да. То есть, в целом, если сейчас бикини не доходят с бонусом хотя бы 300... Ну, чтобы разница между командами была примерно 200-300 очков, ну, с меньшим бонусом, не имею в виду, то тогда будет уже сложно отыграть. Ну, а если бикини вообще убьют, где-то вообще убьют, тогда они отыгрывают. Ну, в принципе, любой разрыв отыгрывают. Нет, ну, как показывают, как показывают практика, очень сложно отыгрывать, если вот первая карта сыграно хорошо, опять же, вспомним про МТ, который ты отчастливаешь. Да, я не знаю, еще. Нас постоянно все сливаем. Ну вот. Такова, такова жизнь наша. Так, пошел нас более ранее, так, по сравнению с кайсами. Ну, и сразу, если расхват, поэтому, я думаю, он так не будет ждать кого-то. Я надеюсь, будет более грамотная атака по станку. И, да, кстати, 3 плюс 1 получается. Там охотники из-за, пошел сажим, там мажет. Напрыгивает охотник, гром попадает. И роспись. Ребят, практически рост. Здесь много грамотников работала поддержка, то, что он сжимает влечения. Ребят, по-прежнему, то есть нас по-прежнему едят и Фрэнсиса, и Белла. У танка 60% пропускать. Так, конечно, убью, я не спорю, но, а так что... Бонус меньше. На самом деле, человек, который решил подосить в Севера, сделал услугу ХС. Если он не хотел унизить, то... Я думаю, что если мы должны поклониться, на самом деле. Вот, ладно. У танка по-прежнему много КП, возмутительно много. Нет, это еще немного, это слик уже, танк уже почти мертв. Нет, смотри, почему-то, но удар есть. Потрепыхаться в сети, покидать камни, он вполне способен. И, видишь, по двое им, да. Отлично, видишь. Ну, танк отыграл, конечно, 5 плюс. Что с Бонусом? Бонус 140 мм, да. Больше выжить, только, потому что убить можно. Ну, все, да. Осталось убивать, на самом деле. Упился больше, нет, еще впереди ведьма и полкарты. Есть шанс, что не дойдут. Высокая вероятность, что ребята не дойдут, и тогда... Можно будет смело говорить, заявлять уже о том, что у ХС будет высокий шанс на победу. Ну, тут, мне кажется, еще Маркош нас сыграло. Переигрывать второй раз карту достаточно неприятно. Чуть-чуть, что еще они, их танк сливается практически в ноль, то удар по морали очевиден. Так, ну что, есть Охотник, есть Громила для минуса, есть Клева. Смотрим. Ну, и Кура. То есть, один из лучших раскладов для того, чтобы минусить. Шар промативаться, попадаю. Кура слип. Из-за того, как вылетел от этого нас. Нормально. Ну, ничего страшного не предошло, так что... В принципе... Та же атака была почти файл. Хотя в примерах, хотят, чтобы он все живы, охотник жив, почти с полной хп, Чарджерс потерял только треть хп. Ну, плевал, что умерла, по-моему. Курющий город тоже умер, судя по дыму. Нет, в общем, худ красивый, но мне хп не показывает, так что я, наверное, все-таки откажусь от него и вернусь к стандартам. Либо найти тот, который показывает также хп зараженных. Вот. Ну, да, Приману все равно спасибо. Сейчас, ради экспериментов, взяли этот. Почему нет? Потом посмотрим. Что вам еще пожелать? Улыбок. Счастья, здоровья. Не думаю, что худ очень сильно влияет на игру. Нет, конечно, нет, но просто порой он удобен. А это же... Да, конечно. Красивый выглядит, но... В любое сроком наблюдении есть небольшие минусы. Вот. Ваш вам есть минусы. Ну, да. Дедник никак. Ну, так как сегодня я скачал новую игрушку, ну, как игрушку, такая, что-то типа флеш-игры, называется Project Zomboid. О, да, 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 я играл, я играл. Да, у меня, кажется, она, ну, видимо, я криворукий или просто тупой, поэтому в эту игру я не вник, то есть меня там убили на выходе из дома, три зомбя. Ага. Ну, вот. И, ну, как, я не буду говорить, плохая игра, хорошая, я, конечно, у меня на полком так и не поиграл. То есть меня убили, и я, да, ее я удалил. Продолжать разрабатывать, так же, как Майнкрафт. Ну, для тех, кто не курсу, в курсе, кратко объясню. Это, на мой взгляд, вот, мое мнение, то, что это отличный инди-зомби-сурвайвл. То есть, ну, многие могут не согласиться. Скачать я на вес 50 метров Project Zomboid, пишем по-английски. Вот. Игра в открытом бета-тестировании, так же, как и тот же Майнкрафт. То есть выходит обновление. Майнкрафт с планом тестирования. Ну, очень много серверов, которые, ну, сам знаешь. Вот. Я сам играю на пират в сервере, поэтому... Ну, так вот. То есть просто, чтобы мы не отвлекались от трансляции, скажем так, отлично заблев инкап макайди, к сожалению. И у нас здесь ведьма, к тому же. Сейчас надо было этому. Принцессу, да-да-да. Принцессу агрессию. Ведьму перед тем, как упасть. Ну, не собрал, похоже, так же собирался сделать, но не успел немножко. Вот. Попадает. Еще плевок. Отлично, просто отлично. И... И Зойка падает. Торазайна. Жакину сверху. Курношек, вытягивайся. Жакин, если успеет... Нет, Жакин, поздно, собрать его. Взят на приклад, убит. По-прежнему есть ведьма. Есть все плево, который плевет 3-ти раз отчего. Опять плево. А прицессу просто минус-минус вверх, походу, нет? Эксидент падает. Да, и минус прессессу. Прессессу просто убивает. Ну что, тут уничтожение просто идет. Бикини. Детушка упала. Хорошо отрабатывает. И Зойка падает, все. Ну что ж, как я и говорил, то есть разница у нас больше... Шесть счет с половиной очков. Да, 640 где-то. Помогите! Шесть пятьдесят. Помогите мне! Шесть сорок. Шестьсот сорок семь, если быть точным. Ребята сюда, помогите мне! И это очень сложно на самом деле будет отыграть, потому что АХС это команда не новичков, и они вряд ли умрут где-то в начале. Вот, так что посмотрим, увидим. Ну то есть это заявка на победу, как вы понимаете, и сейчас будет как-то сложно все исправить. Ну а еще впереди у нас три карты, и всякое может быть, так что риск у танков неудачный или еще что-нибудь. Так что, я думаю, да, еще хотя бы преподнесет нам пару интересных и волнующих моментов. Так вот, вкратце, Project Zomboid, о чем она? То есть, там, во-первых, флэш-графика, да, вид сверху, то есть персонаж. 45, да. Что-то типа в Явло первого. Да, и в чем суть? Выиграть за молодого человека, у которого есть жена, у которого застряли они в доме, вокруг апокалипсис, нет спасения, надо выживать. И на данный момент смысл заключается в том, чтобы прожить как можно дольше времени. Самый простой читерский способ, это просто набрать еды, спрятаться с едой и снотформами в комнате забаррикадироваться и просто отсыпаться. Даже, кстати, Бикини замечает у нас неадекватность одного из трансляторов. Я сейчас говорю не про Хэля. Ладно, значит, не мою неадекватность замечать не нужно, он и так прет во все стороны. Я думаю, Лестат помнит и знает, о чем я говорю. Просто как раз он пошел со мной на поиски пищи, был немножко удивлен, что это оказалось за пищей, как она добывается. И что это было? Я не буду уточнять, этот Лестат не пишет, что он помнит. Окей. Вот. А если есть какие-то пожелания, приветы там, не знаю, более-менее адекватные? Ну вот, как раз Лестат просил привет, я ему передал. Да. Пишите Хэля, кого он есть. Ну ты всех не добавляй. Нет, у меня так там 160 друзей, только я вот не знаю, кто, что, я так общаюсь. С парочкой. Ну это почти как ВКонтакте, ВКонтакте, правда, там их 180, вот, но я тоже общаюсь, там, человек с 5-ю, и кто остальные, то есть, бывает, удивляешься, да. ВКонтакте хотя бы лицо более-менее, знаешь, большинство здешних игроков, когда у меня есть такие экземпляры, как Hunter и Hunter 16, простите, ребята, я не знаю, как вас отличать. Вот, ладно, смотрим, ХС начинает, у нас преимущество в их пользу. Ну, вот сейчас сделаем спирт-худ. Не заряжаю. Большое, 600 очков, напоминаю. Смотрим, смотрим, как они отыграют. Что у нас есть для первой атаки? Я точно вижу толстяка. Привальщицу, Hunter. Да. И кто еще? И курильщика. Ну, отлично. То есть, вполне можно надамажить при заблеве. Ну, плохо делать паузу, я думаю, какие-то временные неполадки случились. Ну, да, развернулся, проснулся, я надеюсь. Да, и всех выгоняет, говорит, я буду один тащить. Как про. Как про. Нам не хватает Фирена снимать, агентом мини-клуба. Я, к сожалению, так кричать не могу. Я даже пытаться не хочу, на самом деле. Нет, я не могу попытаться, но я боюсь разбудить просто всю квартиру. Надо было потренироваться все-таки. Перед зеркалом, агентом. Я прям представляю Фирена, которую ты тренировал. Как про. Как-нибудь что-то в этом роде. И что-то получилось не особо натурально. Вот. Ну, у нас пауза, по каким причинам, я не знаю. Нет, просто все мы помним нашего любимого. Вот. На меня очкорез передает, что он тарис мудак. Фирю дословные по буквально. Да, 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 да. Кстати, то же самое он мне писал. Да, и... И... В общем... О чем я... А, я думаю, все помнят эру... Этих, как его, видеосалонов. Ну, да. Да, где незабываемый нами Ленин Володарский, да, переводил. Но он был как? Он же переводчик не просто, как сначала на бумажку написал вперед, а потом читал. Он же переводчик был синагонист. Гранист? Да. Ну, да. Атака пошла, умер, убит. Вот дедушка в языке. Красиво, красиво бит охотник, то есть классический, без ошибок. Взят на приклад и застрелен в голову с дробовика. Я, на самом деле, это немного не согласен с этой атакой. По-моему, лучше атаковать на вот этой вот лестнице. И то, что есть слизь. Вот, которая растекает. Старый, старый пример попытки сменосить, но не получилось, так как Зойка уже была за перилами. Перезреживаю! А там она по багу, дрыгая ножками, ножками бы пролетела. Ведьма. Убил, ведьма умирают. Хороших. Чуть-чуть и раньше надо было плюнуть, а так хорошо. Тоха потерял КП, порядка двадцатки. Но все равно он показал скил убийства ведьма, как никто другой. Ну да, то есть, красиво, что парень не забаниковал, сделал все как надо. Надо я так, сколько помню, тоха у нас очень древний человек. Еще с первой части. Из команды, я не ошибусь, это был Хоум Клан. И у него опыта в убийстве ведьмы, я думаю, это достаточно. Хотя тоха и демас, насколько я помню, они были из Хоум Клана. Там еще был Хай Хай, и четвертый, к сожалению, не вспомнил. Так как большинство игроков у нас смотрящих, это люди новой эры. Я перезаряжаю. Ну, натошка-то просвещается, что... А что делает демас, объясними. Перезаряжаю. Если что он делает. В смысле, а, ну вот, кто не... Вот, запоминая место, демас у нас интересно стрелить мобцов. А, ну это еще прикол в первую часть. Там же стенка, которая простреливается. И, в принципе, вот, ну как... Тут просто мобов не так много, как в первой части. В первой части у нас по чарджам залетает. Нет. Никакого-то украшения не получается, да. В общем, суть в том, что в первой части мы обрезаются немножко по-другому. А, мне алекс... Вот, алекс был в хом-клане. Вспомнил. Много раз мне написал тут. Я вспомнил. Он пишет, что маленькая аппараточка. Тоха иногда играл в хом-клане. Там были демас, хай-хай, шат и он. Вот, шат... Блин, не тот, который сейчас играет за хай-хай, а другой шат. У него было просто шат. Нормально, адекватно, да? Да, адекватно, шатно. Я, к сожалению, просто... Ну, ребята менялись в них. Они играли во второй части под названием No Way на ранних чемпионатах. И... Да, меня поправил алекс, так что. Спасибо вам большое. Теперь мы знаем точно. Так, это как? Да, ну так как сейчас будет, скорее всего, на ящичке. Думаю, что... Так как ребята растянулись, сейчас решили... Нет, это бесполезно. Сейчас перестраивать всю атаку, и тихо, и там одного ловить. Нет, это бесполезно. Очень нагло, на самом деле, на мой взгляд, ведут себя ХС. Учтожник курильщика курить в коридорах, а так как, ну, что не очень удобно. Лучше бы, чтобы тут есть места, только вот на ящике, по-моему, с двух сторон курица на минус. Так, у нас толстый Кура, как-то звучит Охотника, я вижу. И кто четвертый? Гром? Жакей, Жакей, да, по-моему? Гром, Хантер, Курила, и, скорее всего, что-то плевательное. Наверное, это Бумер, судя по его толстому силуэту в окне. Да, толстый. Ну, Кура, Охотник, кто еще? Не вижу. Чарджер. А, вот, отлично. Если чардж есть, есть минус. Попытчик, атака пошла. Хантер, ну, нет. Чарджер не выносит. Кура вот хотя бы стену вниз. Но он вешает, на самом деле. Заблев. Ты. Причем, суицидом таким вот. Кажется, лучше было курить в ящика, но ящик никто не стоял, поэтому. Ну, будем надеяться, у Муна сейчас кулдаун уже чуть-чуть не успевает. Молодцы ребята успевают убить кур до того, как он подтащит к краю, где весело ножками в ожидании Карлсона бодрыгало уже двое малышей. Вот. Перезаряжаю! Хотя, чтобы лицетвориала Карлсона, я не знаю, там, Жокей походит, по маленькому росту и безумным снегом. Хорош. Жокей ножек, ну, в другую сторону тащи. И да, у нас танк. И танк не позволит сейчас пойти и спасти Зойку. Вот она, на самом деле, ошибка очень такая, неприятная ДХС. То есть, Димас, вычитала, что он... Нет, ну, видимо, он не переоценил все возможности в скиле на данный момент времени. Единственное, на что, как бы, спорно, на мой взгляд, я бы Рошельку бы еще и скинул. Но она вне скилась, она бы повесила, а так он, она бы висела бы, пока у них не стечет. А так он снял их люпы, и она будет умирать. Ну, да, согласен, согласен, по идее, у танков должно хватить времени, чтобы... Я думаю, что какой-нибудь охотник или бумер, если заблюет Зойку. Это было бы правильно, кстати. Вот она вот здесь, она спаляется. А там, там, похоже, решил идти руками убивать Зойку. В смысле? В прямом. А ну, все, в контроль за тобой, смотри. И к тому же... Ну, смотри, давай, рассмотрим преимущество того, что если он сейчас возьмет тупо, будет ждать, и потихоньку минусить Зойку. Так, Фрэнсис, у нас атака, я понял, тактика такова, что так, по счету Зойку, тянет об нее контроль. Вот, и постепенно ее убивают. И за это время потихоньку будет теряться ХП у ХС. Да, и их убивают постепенно с атакой. Интересная тактика, она не лишена смысла, кстати. Отчасти да, потому что ХП тает, ибо у очкорезы и тохи оно временное. Да, да, да. Ну, вот тут и сейчас немножко не подсветится, Зойку могут и спасти, на самом деле. Нет, нет, это сто процентов нет, я уверен. Сейчас пытается, кто у нас, герой такой, тохо, пытается выпить этот адреналин и пойти поднимать Зойку, и нет, все, все, я мила. И там сейчас, скорее всего, стань ботом. Нет, это первый контроль, разве нет? Это второй контроль, по-моему. Нет, 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 как бы он потерял, если он Зойку подсветил? Кура оттаскивает, вешает, луица. Так, так мажет, вообще неприятно. Ох, есть падание, мимо опять. Все, Фрэнтис в углу, нет, опять не то. Что-то танки у нас сегодня не радуют. Нормально, Оксидент вводит и строит Оху, и сейчас, кто у нас, очкорез против всех, нет, все. Ну все, хайсы легли, из-за одной ошибки одного человека ложится вся команда. В принципе, это вся суть игры Лев Тодез. Ммм, тимплей, мать его, так. Да, то есть если в КСе один человек убивает всю команду, то здесь наоборот. Ну, не присядно, как бы смысл один тот же, только сам он убивает вражескую команду, а здесь убивают свою команду. Ну, тем более, если играть, ну, могут, могут, в чем дело, то есть часто из-за ошибки одного в КС могут остальные потянуть вполне. А, понимаешь, на тех же публичных серверах от того, что какой-то там Вася Петров из 9-го Б умер, на, наверное, на лесе, получив там пули из-за ВП на прострел, то это никого не волнует. Там даже если 2 Вася умерло, 3 Вася умерло, если там сервак 20 на 20. Я объясню, почему это волнует, потому что такие Вася обычно спаивают микрофон в стиле... А, ВП, знаете, в МВП, если ограничено, на ВП стоит? На самом деле, у нас более адекватных серверах, где играют взрослые дяденьки, после работы с больной головой, когда им хочется расслабиться, они служат чеколоту, и потому что у них самих маленький сын там ловит в колядке, вот, они просто либо его мутят специальной командой, ну, да, знаю, да, либо просто кикают, вот и все. Шикарно. Ну, мне радует, что у нас здесь также можно заметить чат. Конечно, тот же сорт-вежок. Голосовой. Все те же команды. Текстовой чат, я не знаю, как заметить, но даже если... Текстовой чат тоже можно заметить. Другое дело, тут 2 варианта либо командами консольными, либо через главный меню настроек, заходишь и громкость приема уменьшаешь, как я делаю. Ну да, я как раз так и сделал, у меня давно так сделано, после того, как особо ярые, как бы не матеряясь, так сказать. Люди. Люди, да, пусть будет. Ну, сложно людьми назвать, на самом деле, когда они заходят на сервер и начинают... О, ну да. Окей. Спасибо. На самом деле, это так толсто, что даже ему глотку не пролезет, на самом деле. Но попытка, попытка защиты, ничего страшного. В домах за счетом. Да. Вот. Ладно. Посмотрим, как у нас отыграет бикини. На самом деле, тысяча бонусов. Сколько тут, 500 карта? Ну, полторы тысячи, что они не принесут, но вот тысячу, они могут вполне принести. Нет, нет, все, мимо, в принципе, охотник тоже убит. Вообще, да, собрались все, ребята, смотрю, всех убили, отстрелили. По-моему, есть там есть какие-то потери в КП, то это вообще брендифайр, на самом деле. Ну, нет, так-то, мол, пинаются иногда, что. Нет, я, вот опять же, вспоминаю, на вашем опыте, я помню, как вы любите друг по другу щедро пострелять на самом деле. Да. Ну, я не знаю. Как бы, если этот транспортер, который представляет Россию... Хорош, ведь так, да. Нас отводят к тому же. Заблев, отлично, заблев. X4, где плевок, есть плевок, ну, правда, хоть он смерти. Сейчас, если не помочь, то Луис умрет, на самом деле. Так, кстати, надо поднимать. Все нет времени. Надо сейчас играть чуть тише сделать, кстати. Ну, потеря, конечно, одного. У нас сейчас, который я обматываю, и, кстати, расстаскиваем. Ну, как? Такое незначительное домо. Да, но не минус, например, тот же Гром не попал к счастью. Нормальности, просто. Ну, все, вознепонимание команды налажено, и они идут туда, куда нужно. Главное сейчас, морально не потеряться, не вот, не паниковать, и вполне все нормально будет. Ну, сейчас один человек будет поедать таблеточки постепенно, и, в принципе, все... Нет, если он будет только он, это будет вполне нормально ловить. Ну, да, это будет наиболее медленный. Трата таблеточек. Так, атака пошла, чарджер, поймал, плевок и есть, и... И дедушка, что-то станет без ХП. Да нет, справляюсь с половиной. Но, могло быть неприятно. Могло быть хуже, конечно. Спроси, все-таки, у людей, как отключить общий чат. Ну, я не знаю. Кто-нибудь знает, я думаю, там... И заблел, кстати, смотрим. Ну, тут мог бы, как-то так и шпион, находимся на прикладе, но... Клево, основа, хорошо ровно, гог. Ну, насколько я понимаю, ну, как мне кажется, вообще, эта комната не подходит для осижения волны во второй части. Я больше склоняюсь к комнате приема танковых в первой части. Да, не к классике, на самом деле. Ну, это классика, да, я не спорю. Но другое дело, когда у тебя ханты взлетают в лоб, и ты можешь троих на приклад поймать одновременно, на один и тот же. Ну да. А другое дело, когда у тебя взлетает чарджер с плевкой. Если плев еще можно ревать на приклад, чарджер уже проблематично. Бумер, заблев. А Джаке надо. Эх. Ну, смотри, красиво, растаскивай. Луис делает ошибку просто. Джаке ловит на приклад, и... Охотник ловит на оси, да. Да, прахотник вообще забыли, похоже. А, парни, вы че? Нет, вообще... Какие-то неполадки, видимо, со связью, ребят. Поэтому не сразу. Ну все, негра у нас уже ЧБ становится. Тут все, вопрос, поднять негра. Нет, Лео промахнулось, к счастью. Чарджер, гадать минус. Минус один получаем, дедушка все еще лежит, почти умер. Заблев. Нет, ну... Чарджер снова танчит. Ну это все, если Хант разлавливает... Хант разлавливает. Ребята, как значит помощи? Давай, давай, ничего, дороги! Нет, ну... Хант, рис, понимаешь, как-то ерундой, прыгая на крышу. Видимо, уже праздную победу и на этой карте. Давай, надо идти! Бумер все-то убит, хорошо. Кура таскина, инкап. И вот... Ну это все, такого куру уже не убить. Нет, ну, по идее, я бы сейчас на месте охотника все-таки напрыгнул. Ну, это же шаг. Особенно смешно, когда он взят... На приклад ты убит, битый такой. Да. Ну, такая судьба всех охотников. Зойка нам пытается тащить. Жакет приклажен, убит. Кура приклажен, тоже убит. Нет, ну, не фантастика, но смотреть приятно, конечно. Мои дела, лучше, ребята. Ну, так, как я считаю, немножко издательства над самим игроком. Все-таки, мне кажется, лучше лучше. Как право. Бывает, да. Все-таки, мне кажется, лучше убить его нормально. Ну, что ж, как вы понимаете, это на самом деле все сложно отыграть будет. И по-прежнему разрыв, который был на первой карте, практически сохраняется, даже увеличился, если быть точно. Ну, вот если бы не одна вот атака с минусом и всеми делами, то было бы, были шансы, на самом деле, у команды бикини выдрать пара очков у ФС. Ну, мне сложно выговаривать с моим шапилянным голосом и кривым языком, поэтому я буду говорить просто бикини. Оно мне ближе. Ну, что ж, у нас полтора ночи, у нас третья карта Construction Sight, как вы видите, Dead Air из четырех возможных. Но, по сути, мы уже понимаем то, что в ФС выиграют. На ваше усмотрение, остаться досмотреть, возможно, что-то красивое, веселое мы еще увидим. Вот. Но не факт, конечно, но посмотрим. Ну, кстати, скажу от себя, что карта Dead Air 3-го, лично для меня, она в первой части была на втором месте по любимости. Вот. Первая по любимости карты, конечно, был четвертый похоронный звон. Почему? Ну, потому что, как ты, я думаю, все знают, что я люблю со снайперским ружьем побегать, а там карта, только так, для этого. Какой именно? Подожди, я уже слышал. Четвертый похоронный звон. Ну, там городочек, да. Да, все, скажем. Он вообще мне нравился. А вот для официальных, кстати, портируются другие карты из первой части. Да я думаю, вот, похоронный звон да портируют и все. Ну, крэш-курс может быть и все. Ну, что ж, у нас по-прежнему лидеры игры ХС. Бумер фейл, конечно, зацепился за лестнику. Да, хорош. В принципе, у нас скоро пытался что сделать, не особо удачно, конечно. Вот. Что в итоге? Ну да, смотрим, смотрим. Первая атака слита. Слита хорошо, быстро, бескомпромиссно. Перезаряжаю. Вот. Где же будут сидеть интересоваться команда ХС? Либо на стандарте, что ли, получается? Кстати, потому что здесь как у нас... Почему бы не на нижней площадке вот этой строительной... Понимаешь, просто степлюнуть в центр площадки, то растекается на всю площадку. Окей, есть заблев, но только одного. А где плевок? Вот плевок. Ну, с опозданием. Жокей подхватывает, но его снимает и... Нет, не особо много теряет. О, а круглящики все-таки скурили. Скуривали. Да, весьма неплохо. Да, видишь. И у нас... Ну-то я не думаю, что всегда скажется, но... А вот танк. Шадик немножко поднасолил своей команде вузов танка раньше времени. Ну, под ванцов мапсов-то... Селее перенимать, на самом деле, с песними? Ну, так кто бы сомневался-то. Ханта ловит. Ой, отлично, заблев. Кстати, вот пока у нас танк идет. Левом, подправился. А еще лучше. Шадик просто не перестает радостью. Субтитры сделал команду. Ну, что, смотрим от лица танка. Ну, что, похоже, Хайф умрут, нет? Очень надеюсь. Нет, камень мимо. Чуть-чуть не расстал. Фрэнсисон. Фрэнсис хитер. Но он не так хитер, как танк. И достаточно сильного укладывает у нас это Тоха. Все, один еще пойман. Сейчас Парашадик его спасет, я думаю. Есть заблев. Молодцы, ребята. Нет, он спасает дедушку. Женщина умерла, как ей положено. А, это вот сейчас Толстый взорвался одновременно с попаданием камня в Луиса? Я скорее сказал бы, и за попадание камня. А, ну, красиво, красиво. Ну, все, команда Хайф убит. Да. Вот смотрите, вот, если сейчас сделать все правильно, бонус здоровья сейчас мы увидим. Есть просто вариант, два варианта. Либо сидеть Эвенс целиком, и тут нужно убивать танка. Либо наоборот, сначала убить танка, а потом вызывать Эвенс. А, тут не решишь, то есть, либо сначала сливаешь танк, и уже после этого ловишь там атаки на Эвенсе, либо наоборот. Ну, тут вот по мелочи буквально, хотя бы пусть ребята 200 бонусов донесут, чтобы уравнять счет. Вот, о, кстати, у нас код еще в зрителях, я и забыл про него на самом деле. Код? Да, смотри. Ну, так он сидит, просто тут посматривает. Посматривает, да, да. Ну, это его говорит. Может, он уже уснул. Нет, хотя он, на Украине сейчас меньше, чем проблема. Ну, сколько сейчас пол первого, но все равно, может, ему на этот, как его. На работу, да, то есть, ладно, нам, то можно на парах поспать, а на работе. Это, на помощь там на станке, на культ работы такого опасного. И не только кнопка нажмет, и кому-нибудь, как перед полуруки. Или пополам просто сберется. Не, ну, в себе вряд ли быстро снимает куру, но вот охотник достаточно неплохо работает. Да. Негрит теряет треть своего здоровья. Да. Все-таки ошибки есть, такие неприятные у команды. Ки, да, как они-то себя подписали. Иметь ошибки, на самом деле, стоит всю игру, потому что за карту наберешь, тебе их ошибок, чем 10. И считать, что бы я стал или умер уже. О, заки ловит, что неприятно. Потому что хп не много. Да, вот снова как-то ребята растягиваются, кура тачит хорошо, без заблева, но вот много хп терять слизи у нас. И сейчас все, сейчас. Вот сейчас надо аккуратно стрелять. Смысле, мобов отстрелить, да нет. Да нет, чтобы в конистре не попасть. Успейся не подряд, нет. Успейся, тупо, тупо пожертвовать, на самом деле, успейся, нет, успевают. Конечно, хорошо, ребята. Ладно. Если вы косять, что вы хотя бы исправлять свои ошибки, они как-то это пытаются сделать. Да, они как мало-лифа. Тихо. А нас тут, случайно, не справилась в своей ошибке. Не агрись, не агрись. Не, я не агрись просто. Не корми, не, не корми. Ой, да ладно, что, тут такой момент, смотри, танка сливаются. Ты доволен. Ну так. Я, да, я уныл, поэтому я, наверное, пока меньше игру больше дальше. Вот. Из меня плохой террасян. Передай контроль. Танк горит, к сожалению, теряет быстро КП, но где поддержки зараженых ставят? Камень есть. Ну что, ну, сливать-таки танк осталось вот тут чуть-чуть. Зря опять дубинка, каш, палил ты под танками. Ну, танк убит этот. Да, а что с бонусом? Бонус 516. Конечно же, он меньше сочел. Даже если раза в три, пусть, пусть так, не проблема, можно пережить. Ну, и похоже, у ребят какие-то свои места для сидения волны на этой карте. Не будем надеяться, что оно будет лучше, чем что-либо другое придуманное. Тихо. 20-ой школы, отличный прыжок. Жокей красиво взят на приклад, но в итоге он задержал ребят в слизи и ХП потеряно. Драгоценное ХП на самом деле. По мне так, каждое число просто в бонусе очень важно на самом деле. Нет, ХП, ты видишь, есть у всех, хотя бы половинка, но имеется. Ну, постоянно они у всех, только Оксиденты и Макайди. Ну, Чарджер попадает. А неприятно вообще получилось. Кура мимо. Ну, несколько они обратно разбираются. Ребята, они делают ошибки, но в целом пока выдерживают и мобов, и атаки зараженных. Нормально. Насколько я понял, крыша были открыты во второй части. Да, они как в первой все позакрыты, поэтому... Кстати, да. И ШАТ опять пытается показать скилл пушков-охотникам и умирает. Ну, в принципе, как говорится, достойная смерть для бибила. ЖК попадает, есть заблев, но думаю... Ну, Фрэнтис почти... Минишку руки и можно отбиться. Нам нужны пилы срочно, на самом деле. Вот зря сейчас-то сделано было. Сейчас посмотрим. Он ЧБ, потому что будет. Ну, а что, если... На мой взгляд, это верное решение, потому что... В другом случае это сделают зараженные. Вот, как сейчас, видишь. Сейчас будет Фрэнтис просто убить, скорее всего. И будет потеряно таблетки? Да нет, нормально. Дедушка, спорный момент. Вот, я не понимаю, зачем они разделяются. В смысле, и сейчас их разделили, зараженные. Вообще. Да я бы не сказал. Они сами как-то разбегаются в разную сторону. Ну, да, оксидент зря вперед пошел, конечно, на самом деле. Вы же вдвое здоровее меня. Пойдем. Так, ну... Половина что-то отыгранная, еще паладина... Паладина впереди. Ну, тохо обладался. Плюс мораль хээээээс. Да, сейчас игра пойдет. Думаю, все вздохнули с сезон на самом деле. Нет, ну просто как? Пью сказал, что мы его маму вспомнили. Видимо, мама вспомнила о Пифе. Так, класса, смотрим. И это роспись, роспись, ребят. фрэнтису минус да как ты говорил обидно ну тяжко на самом деле команда бикини ну я бы сказал это не круто с хаэс это их свои ошибки слишком бог до далекого разделения между игроками ну все пусть ребята просто хотя бы дойдут я очень хотел бы чтобы как можно найти то что не до этого дня а пара очков я думал сроку но вот опять смотри разделяется для нас ответа ты тоже заметил но я не знаю что они делают нет нет все нормально пока все под контролем но вот есть что атака плотова подробнее нет нет снял платья работают шагов вот тоже убит вот на даче сенька апокалипс волейбол так сказать а так сняли умера сушеной иной когда я за руководство футбук 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 я шел там упал и вдоль чат и опал от нас нет всего нет шар падает ну что ж мало мало что точку по прежнему практически последняя карта но если также убивать хс примерно на отметке 100 и доходить тогда есть шанс выиграть но в этой карте конечно в предыдущей карте была шабл шанс вытащить игру но не воспользовались этим команда бикини опять же на своих ошибках сыплется то есть а когда на то нацелено что если она команда ошибается другая должна непременно воспользоваться этой возможностью свою пользу такс ну да если кто здесь смотрит из администраторов укргейм все равно спасибо ребят напоминаю что вы с нами не спите что вы с нами не спите да да в смысле смотрите вместе с нами эту трансляцию ребят ну да вот ну и за устроенный кубок вот в кубку хоть 10 раз пнуть труб лет подряд комьюнити если их хорошие свойствы не возродит его конечно а вот гром обидно на самом деле промахнулся девушка можно вот что поцарапать шикарно да я смог потерять хп если бы попало плево вместе с вот сколько нас смотрят кстати я все таки гляну посмотрели там у меня шуток 11 70 продюсер я расскажу как вы мешаете цифры нет просто подговоришь и так стоит похоже активации звуком и в чашу звук акции и задержка там такая неплохая и пол слову потом проглатывает пока мы сейчас говорим так вот ну так что у нас легион ребят смотрим сейчас по идее должен быть танк он обычно ну и не на него дань не факт а танки можно играть то что вообще в любой момент может быть вот но все таки если вы играли много для подает один то мне вот порой все таки карты наивает ностальги очень приятно потому что первый раз когда ты запускаешь компанию в одиночку пиратка даже это если лев подает то ты и испытываешь реальный страх ведьма тебя пугает и и ну сколько раз можно вспоминать как первый раз проходя компанией принимал ведьма ладно сейчас посмотрим если атака агент не будет судить вот будем отчисаться как тоже непонятно куда кто идет но сколько поднать на ряда так и я продолжаю не эта комната сверху в таком посадке неплохое место в прошлом широкое тем более того что вода из стола и насколько я помню вон дала еще одна интересная место красиво удобно и но не скажу что удобно тем что не средства находится далеко и понимать все простые дела смотри почему не данным в том что здесь открытое пространство и мог бы конечно чуть поджимают но ты все видишь как бы в этом преимущество в этом да конечно так вот что было реально страшно играть не знаю мне во всяком случае в компанию гром промахивается есть заблев плево убито очень быстро еще один заблев гром по моему там не было шарапки да где шарапки засчитано пару раз да нормально я бы не сказал на самом деле что было страшно играть у меня единственно что рады были это тени то есть трех лет первая игра где мне реально понравилось как сделала тени то есть даже по моему второй такого нету либо я совсем уже отвык от максимальной графики но первое действительно удивляла этими динамическими тенями когда ты фонарик играет не просто какую-то фоновую роль а действительно а если ты махнешь прикладом там он исчезает и так далее это было для меня лично ну кого что на самом деле я помню как мне глаза вылезали из орбит когда я видел танка впервые в стиле о господи это и это я должен убивать да это же нереально это это супер босс я прошел игру в таком стиле в таком стиле но потом когда ты на самом деле быстро выстревал особенно на паблике это было странно ох а я еще помню я помню как я радовался когда узнал то что можно еще по сети играть в левпд все компании прошел по несколько раз там неплохо так остается на самом деле да кстати но он сейчас уже будет мертв надо сбить бонус на самом деле по хорошему у зоих порах ну вот нормально и сейчас курат таскет отвлекает на себя внимание и вот все автором чуть чуть не успел да обидно зря вам он пошел конечно лучше постоял бы возле зойки да побил я пару раз руками бы и может быть она умерла на самом деле в пылу схватки очень тяжело так вот сориентироваться это мы вот летая спектаторами видим все что происходит да вот когда играешь танком у тебя трясущийся экран то что где стреляют четыре ствола и тебе нужно как то быстро ориентироваться да тимм это орут могла орут все орет то есть танк топает с пушки кричат так как что я говорю про тех у кого стоит чистая игра а не вырезана половина и как чисто как пирс сидишь такой в темноте в тишине точнее полностью в тишине это нашим внешне что то это не возбуждает такой я играю она живет посетить тоже даже чемпионаты всякие такие вот в удовольствие себе если играть мне не в удовольствие я играть не буду и поверь мне играть без звуков когда у меня оружие стреляет просто тишиной когда мобы там не кричат ничего то есть танка не орет нет ну для кого то это просто приятно времяпровождение конечно вот это способ измерить письмо на самом деле не конечно же любая игра игра это гром отлично нападает жакей взят на приклад априласов машин снова напрыгивает убит охотник недолго катался на одном из высших не запомнил правда кто это был бонус высот к сожалению ну что я так полагаю снашен побеждать ты следующая игра у них будет с нами наверно маус не пустите возможности еще раз показать как мы будем сливать но тогда я все таки поставлю ограничение плюс 18 и попрошу убрать от экрана детей и вот да но это конечно нас любят в планшаре присутствует на каждой нашей игре когда мы сливаем нет вообще на каждой но вы всегда сливаете поэтому на каждой игре когда сливаем ну так получается просто ну чтож доходит даже все четверо часть даже с постоянным бонусом и прекрасно отыграна карта что как ни говори хэс молодцы не в рип он не сдал прав то есть разница у нас сейчас 1600 очков что очень сложно отыгрываемо на самом деле ну это не отыгрываемо я бы сказал хотя 1400 и 700 карта и эээ есть возможность дойти но это лишь теория ну да понимаете если сейчас место них этих ребят Хайс, наполню. Зайдёт Койот. Давай подберём Dream Team. Ну, я не столько знаю игроков, чтобы прям так выбрать кого-то. Не знаю, ну, вот я боюсь промахнуться. Давай, попробуем составить. Койот, ну ладно. Койот, наверное, не обидится на нас. Ну, конечно. С Dream Team, ты чё? Я думаю, он бы затащил. Кто нас ещё тащит? Да, кто ещё затащит? Я не знаю, если кто-то помнит такого игрока, как Бабай, то я думаю, со мной согласятся, что он бы затащил. Это игрок первой части, я насколько помню, он всё учтит в первой части. Потом, так, пошла атака? Хорошая атака. Пиздец. Это всё, это всё, это полный ад. О, господи. О, ха-ха. Это почти как мы выходили на трейдер. Ребята, явно отрабатывали ваши тактики. Ха-ха-ха. Да, я так думаю. Хотя нет, мы в DM-чарджер не ловили, там фирм спырился за угол. О, капец, ребят. Ну, вы сами всё видели, просто... Не знаю, играет ли вообще какую-то важную роль Антарес в команде ХС, но они и без него показывают прекрасную игру. Снимают шляпы, ребят. Просто такая сочная и поразительная первая атака. Давно такого не видел. Так, охотник напрыгивает. Есть заблёв. Кура оттаскивает. Гром идёт в рукопашную. Инкап Муна в рукопашную. Просто Рокки Бальбо нервно курит в сторонке. Смотрим. Шикарнейший заблёв. А Гром сейчас выйдет, встретит Зойку после работы, поможет собрать пакеты с продуктами. И всё, нет бонуса. Две атаки, ребят, нет бонуса. Охренеть. Вот это да. Я не знаю, что он здесь делает. То ли это бикини так уже сдались. Что уж скрывать. Либо ХС просто рвут и мечут. Так что, ребят, если будете потом пересматривать запись кто-нибудь из ХС, идите, купите цветы Пипл. Вот. Так что Пипл дня роднерождения, что ли, в 8 марта? Нет, ну, благодаря всему перезапуск был этого. Ааа. Ну да, по-всему. Ну, к сожалению, видимо, Пипл готовится. Уже страшного. Цветы цвета, что ли. Ну, цветы. Тем более, нет, записок. Смотрим. Классическое место из первой части. Собственно, думаю, многие школьники тоже самое хотели бы проделать себя в школе. Но, да, тавтология. Себя в классе, скажем так. Это типа запереться в классе, закрепить, учителя встречать. Да, отстреливать щителей, короче. Вот. Ну, чего нет, того нет. Вот, все еще. Всем известная игра Бали. А, Бали. Ну да. От Rockstar Games. Хотя, единственное, что меня задал, было, почему эти старосты, когда ты не можешь их попинать. То есть, даже если будешь их... Я не знаю, надо какую изворотливость иметь. Наверное, высший скил по принципу персии, чтобы эти старосты убивать в рукопашку. А, такие... С рогатки, которые... С рогатки там... Да-да-да, с рогатки, там еще чего-нибудь. Можно, но, блин. А, ну... Чтобы с руки убить, это надо поторажать. Я с... На ум приходит... Mortal Kombat. Это, ребята, потали. Наблюдаем. Если танк не убьет их сейчас, я удивлюсь. А ну, на самом деле... Танк и не нападает. А, ну... Ну, это скорее... Пренебрежали, я не знаю, как еще сказать. А... Вот. Ну, что ж. Сейчас мы досмотрим. С вами сегодня был... Хелли.